Наш сезон прерванных привычек не был сюрпризом для Бога. Петр не знал о происходящем, но Иисус знал. Он не отпустил его. Иисус говорил истину. Я часто слышу, как люди говорят, что Новый Завет — это малая часть Писания, что Иисус говорил только о любви. Я согласен, что Иисус говорил о любви, но Он также нес истину. Рад снова быть с вами. На этой неделе мы говорим о войне на небе. А сегодня мы поговорим о том, что эта война личная. Иногда христиане считают, что если они повторили молитву грешника и некоторое время пробыли в церкви, и уже уверены в том факте, что они будут с Иисусом, то все происходящее вокруг уже не актуально. Или вы ждете, что Вознесение станет вашим решением всех проблем на земле. Друзья, есть конфликт, и у нас с вами есть задача. И последствия уже на пути к вам, если уже не под вашей дверью. Это не что-то, что происходит в Иерусалиме, Калифорнии или где-то еще, где вы хотите или не хотите быть. Вопрос в том, что мы с вами должны быть с посланниками царя в этом конфликте. У Бога есть роль для нас. Мы откроем свои Библии, сердца и попросим Дух Божий помочь нам. Здравствуйте, церковь. Для меня привилегия быть с народом Божьим. Я рад слышать вас. Мы выбирали тему на эту неделю и уроки к ней. Тема этой недели — война на небе. А урок этого служения звучит так. Это личное. Одно дело, когда мы говорим о войне на небе, представляю ее в качестве богословского упражнения. Мы должны понять, во что мы верим в отношении первого, второго и третьего неба, происхождение бесов и прочего. У нас есть поли-теория, но все меняется, когда вы признаете, что находитесь в центре этого конфликта. Это не означает, что он вращается вокруг вас, но если вы назвали Иисуса Господом в своей жизни, то должны понимать, что война на небе влияет на вас. В этом духовном конфликте нет нейтральной стороны. Я хочу начать с Евангелия от Луки 22 главы. Иисус обращается к одному из своих ближайших друзей — Симону Петру. Это было под конец жизни Иисуса. Он давал последние указания своим друзьям перед тем, как начались страсти. Каждое слово важно. И вот что он говорит Петру, «Симон, все сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему, «Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал, «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Для меня это очень личное место. По правде говоря, это неприятное место. Иисус понимал, что ждет его впереди. Он понимал, что ждет впереди и учеников. Он знал о страхе, который идет к ним. Он знал о давлении, которое свалится на них. Он понимает, что ждет его впереди. Он говорит, «Петр, я молился за тебя». Меня тревожит то, о чем он молился. Он говорит, «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Лучше бы Иисус сказал, «Я приказал дьяволу оставить тебя в покое, построить стену вокруг тебя, чтобы ты был неприкосновенным». Но он молился не так. Мне не хотелось бы пройти через это. Совсем. Я не люблю жить в хаосе. А еще лучше, чтобы хаоса не было вообще. Меня немного сносит, когда становится трудно. Возникает разочарование, или что-то вмешивается в мои планы, или расписание, то будущее, которое я себе придумал. Но что-то происходит, и я понимаю, что должен научиться у Господа по-новому. Не знаю, как вы, но меня это часто раздражает. Что? Правда? Боже. Когда ты вернешься, ты отвернешься ненадолго. «Петр, утверди братьев твоих». Мне нравится читать первое и второе послания Петра. Они были написаны под конец его жизни. В них видно, что Петр излил свою силу, укрепляя своих братьев. Они приняли слова Иисуса в сердце. Но здесь также видно, что Петр ничего не понимал. Он сказал, «Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». Петр не представлял, насколько он был уязвим. Он не понимал масштабы сил, которые выступят против него, и тот масштаб страданий, который зальется на его лучшего друга Иисуса. Нам нужна забота Духа Божьего. У него есть понимание и откровения, которых нет у нас. Он понимает, что ждет нас впереди. Наше будущее не может захватить его врасплох. COVID-19 не удивил Дух Божий. Наш сезон прерванных привычек не был сюрпризом для Бога. Петр не знал о происходящем, но Иисус знал. Он не отпустил его. Иисус говорил истину. Я часто слышу, как люди говорят, что Новый Завет — это малая часть Писания, что Иисус говорил только о любви. Я согласен, что Иисус говорил о любви, но он также нес и истину. Он называл людей беленными гробами и порождениями ехидны. В отношении одного человека он сказал, что ему лучше было не родиться. А своему лучшему другу он говорит, «Сегодня ты отвернешься от меня». Я слышал твою болтовню о том, что ты пойдешь со мной на смерть, но это не так. Это жесткие слова. Вы дадите Иисусу разрешение сказать вам истину. Надеюсь, да. Это серьезный вопрос. Готовы ли вы сказать Господу, «Я хочу знать истину». «Я хочу видеть свое сердце, свою жизнь так, как ты видишь ее». «Я не хочу прикидываться, не хочу указывать на что-то в моем прошлом. Я хочу сказать вам истину. Как была битва за жизнь Петра, так и за вашу жизнь сегодня идет битва. Она начинается на небе. Она включает в себя ангелов и бесов, павших ангелов, начальства, власти, дух Бога Живого и Слово Божие. Сегодня за вашу жизнь идет бой. Вот в чем суть нашего урока. Все, что мы будем говорить или делать сегодня, связано с этой идеей. Есть вечные последствия, на кону награды. Мы можем достичь чего-то, получить роли в вечности или не получить. Я общаюсь со многими людьми, и мне выпала честь служить в подобном месте один сезон. Я видел множество людей, на которых нацелился враг. Он мешает им на пути, бросает вызовы, атакует их. Часть из этого происходит телесно, часть в отношениях, часть в эмоциях. Это атаки со всех сторон. Друзья, это не метафора и не гипербола. Сегодня идет бой за вашу жизнь. Если вы игнорировали его или были выше него, потому что обстоятельства были достаточно хороши, и у вас был избыток, так что вам не приходилось задумываться об этом, мы в новом сезоне. Если мы хотим пройти его как победители, то нам придется научиться новым реакциям. Мы должны научиться молиться сильнее. Это важная тема в Писании. Я не буду вдаваться в подробности, но я скажу вам, что дьявол боролся за тело Моисея. Если вы читали книгу «Исход», многие читали, то знаете, что когда Бог призвал Моисея в третьей главе «Исхода», его жизнь стала весьма напряженной. Бог сказал, «Я буду с тобой». И он был. Он дал ему целый набор удивительных вещей. Посох был чудесным инструментом. Змеи. Разделение моря. Вода из скалы. Кто из вас хотел бы такой посох, как у Моисея? Но Моисей сказал, «Меня не очень впечатляет этот посох». Тогда он спрятал руку под одежду, и когда он достал ее, то она была в проказе. А затем он повторил все это снова, и она была здоровой. Бог дал Моисею определенные инструменты. И от горящего куста и до самого погребения Моисей сталкивался с конфликтами, критикой, вызовами, проблемами, препятствиями. Вплоть до Иисуса он был величайшим лидером в истории. Нет второго такого, как он. Через Моисея Бог стабилизировал группу людей, которые были рабами на протяжении сотен лет. И даже когда его не стало, в послании Иуды, 1 главе, 9 стихе сказано, «Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда». Дьявол спорил о теле Моисея? За вашу жизнь идет бой. В Евангелии от Луки 4 главе мы видим начало открытого служения Иисуса. Он только вернулся от Иордана, где был крещен. Бог подтвердил его статус с небес, сказав, «Это мой сын возлюбленный, в котором мое благоволение». Сказано, что после этого Иисус пошел в пустыню, где Он постился и молился 40 дней. Дух Божий повел его в пустыню, тот же Дух Святой, который сошел на него во время крещения. И в конце этого времени в пустыне, наедине с Духом Божьим, к нему приходит дьявол. Евангелие от Луки 4 глава 3 стих, «И сказал ему дьявол, «Если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». И сколько бы раз я не читал это место, я все равно поражаюсь надменности сатаны. Он сказал Иисусу, «Если ты сын Божий». Он прекрасно знал, кто он такой. В Евангелии от Марка 1 главе Иисус приходит в синагогу. Это город Капернаум, и видит там человека, одержимого бесами. И бесы говорят ему, «Мы знаем, кто ты такой. Мы знаем, кто ты». Можете не сомневаться. Царство тьмы знало, кем был Иисус. Сатана пришел к нему, когда он был голодным, уставшим и слабым, и он бросил вызов его власти и его идентичности. Так если у него хватает дерзости, хватает надменности бросить вызов Иисусу, то можете не сомневаться, что он поставит под сомнение то, кем называет Бог вас. В первом послании Фессалоники, цемпиатой главе 23 стихе, сказано, «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте». Быть освященным значит быть отделенным для Бога. Кто из вас хотел быть в полноте, отделенным для Божьих целей, аминь, я тоже. Ни одна моя честь не занимается ничем иным, кроме целей Божьих, а затем он делится с нами откровением о том, как это может выглядеть. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости досохранится без порока к пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Мы сложные личности. Вы дух, у вас есть душа, и вы живете в теле. Ваше тело — это не вы. В какой-то момент будущего, если Иисус не придет раньше, ваше тело перестанет функционировать. Ваш дух войдет в вечность. Ваше тело — это лишь ваш земной костюм. Это ваша временная обитель. Вам дали ее на время. Новый дух, который сотворен по образу Божьему. И каждая часть вашей личности получает удовлетворение по-разному. И дьявол будет бросать вам вызовы в каждом аспекте этого. Для вашего тела все просто. Оно получает удовольствие от наслаждения. Комфорт, удобство — это то, что приносит удовлетворение нам. Ваша душа, ваш разум, воля и эмоции получают удовлетворение от счастья. «Я хочу быть счастливым». Это гимн нескольких поколений в американской культуре. Мы хотим быть счастливы. Суть нашего преображения во Христе — это рождение свыше. Библия говорит, что мы исповедуем устами и веруем сердцем, что Иисус Господь. Вот тогда мы можем спастись. Во 2-м послании к Коринфянам 5-й главе говорится о том, что мы становимся новым творением во Христе. А в Евангелии от Иоанна Иисус сказал, что никто не войдет в Царство Небесное, если не родиться свыше. Какое бы название вы ни выбирали, спасение, рождение свыше или новое творение — это сверхъестественное событие. Ваш дух оживает для Бога. Снаружи вы выглядите так же, как и до этого. Но с Божьей точки зрения мы выглядим совсем иначе. В нашей жизни появляется новый авторитет. И этот авторитет управляет нами. Мы больше не являемся рабами греха. У нас могут быть проблемы с грехом. Мы можем жить в греховном мире. Можем сталкиваться с искушениями. Это было с Иисусом и будет с нами. Но грех больше не является нашим Господином. Возрастая во Христе, мы возрастаем в восприятии духовных вещей. Мы учимся давать Духу Божьему новую власть в нас. В Бытии сказано, «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдумал в лицо его дыхание жизни. И стал человек душою живой». Это отделило его от остального творения. Бог не вдохнул свое дыхание в жирафа, не вдохнул его в носорога или кенгуру. Он создал человека по образу своему. Мы отличаемся от всего творения. Он дал нам власть над творением, задания по управлению им. В Евангелии от Иоанна сказано, «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Бог — Дух. Мы связаны с Богом через наш Дух больше, чем через интеллект или душу. Я за то, чтобы обучить интеллект по максимуму. Я люблю учиться. И ваша душа важна. Забота о теле — это часть вашей задачи. Но поставить Дух на первое место — это тот вызов, та задача, которую нам нужно выполнять для возрастания в Господе. Не знаете ли, что тела ваша суть — храм, живущего в вас, Святого Духа? Если стих начинается с фразы «не знаете ли», то можете не сомневаться в том, что читатель не знает. Это то, что мы не замечаем, о чем нам нужно напоминать. Мы с вами можем сказать, конечно, но для еврейских слушателей первого столетия самым важным зданием на земле был храм в Иерусалиме. Первый храм был построен Соломоном. Тогда Божие присутствие впервые почило в постоянном здании. Для этого его слава на протяжении 400 лет пребывала в Скинии. Соломон построил храм, и он простоял до 587 года, когда в Вавилонине уничтожили его. А через 70 лет Зарававель построил второй храм. Он простоял вплоть до времен Нового Завета. Но Павел озвучивает интересную идею. Он сказал, «Разве не знаете, что ваше тело — храм Духа Святого? Что? Дух Божий живет в вас?» Помните, что случилось, когда Иисус умер на кресте? Когда сказал «Совершилось», одно из знамений, которое дал Бог, касалось завесы, которая находилась во внутренней части храма, между святым и святым святых. Только священник мог заходить туда один раз в год. Эта завеса разорвалась сверху донизу. Вход к Богу открылся для каждого человека. Любой расы, национальности, языка и племени. Так что мы можем проводить церковь в помещении, на улице, в интернете или без интернета. Все потому, что Дух Божий живет в нас. Есть ценность в общине, в том, чтобы находиться вместе. Но Дух Божий живет в нас. Мы учимся жить духовной жизнью и видеть духовные вещи. Библия учит нас, что существует конфликт между нашей душой и Духом. Не всегда легко увидеть это в Писании. Новый Завет в основном был написан на греческом. Я не специалист по-греческому. Я знаю лишь то, что может принести мне неприятности. Это убережет вас от долгих исследований греческих слов. Но греческое слово, означающее душу, это слово «псюхе». И в Новом Завете есть слово, которое на английский переводится буквально как «душевный». «Псюхекос». Но это слово переводили по-разному в Новом Завете. Иногда оно переведено как «человек». В других случаях, как «земной человек», у него есть пять-шесть вариантов. И это в одном варианте перевода. А если взять пять разных исследований, то далеко не всегда понятно, что используется одно и то же слово, которое говорит о нашей душевности. То есть, что мы неводимы духом, что мы не позволяем своему духу сотрудничать с Духом Божьим. Мы ставим свою душевную составляющую выше духовной. Как мы можем преодолеть это? Спасибо, что спросили. Евреям 4.12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Оно проникает до разделения души и духа. Когда вы проводите время в Слове Божьем, систематически читаете его, размышляете над ним, оно поможет вам понять те места, в которых вы отдали верховенство душе, а не духу. На самом деле, Библия говорит, что между вашим духом и вашей душой идет конфликт. Часть нас говорит. «Я хочу», «мне нужно», «я чувствую». Но часто все это противоречит тому, что говорит Божье Слово. «И в те моменты я должен подчинить себя авторитету Божьего Слова». «Или я направлю свою ногу на душевный путь». Также послание Ефейсинам 6, глава 17 стих. «И шлем спасения возьмите». «И меч духовный, который есть Слово Божие». «Меч духовный, который есть Слово Божие». Мы знаем, что меч духовный, его Слово, помогает нам увидеть разницу между духовным и душевным путем. Вам нужно Слово Божие. Не для того, чтобы быть учеником в вечной школе, но быть практиком. Писание говорит нам, что ваша душевная часть не может принимать Божьих вещей. Вы не можете стать посвященным последователем Иисуса только с помощью своего интеллекта. Вы не сделаете этого только на эмоциях. Понадобится вся ваша личность. Потому что душевный человек не может воспринимать вещей Божьих. Не забывайте о том, что сегодня за вашу жизнь идет бой. В основном эта битва происходит в вашей душе. В ваших мыслях и эмоциях В последние недели я постоянно спрашивал Господа, почему нас так легко обмануться. Мне кажется, что мы стали нацией, которая трудится под облаком обмана. У Исаии есть фрагмент, где говорится, что истина упала на улицы, и никому нет дела. Друзья, истина упала на улицах нашей страны. Ее не ценят. Я не говорю о язычниках, о моральных или нечестивых. Я говорю о народе Божьем. Почему нас так легко обмануть? Я не спрашивал об этом просто так. Я ходил, молился и обращался к Господу, постился, искал его. Среди нас царит множество заблуждений. Мы сами наносим себе множество ран, и мало кто осознает это. Мы больше переживаем по поводу того, что наш отпуск прервали, что наши обычные школьные мероприятия отменили. Мы больше переживаем по поводу этих вещей, чем по поводу того, что сотни тысяч церквей были закрыты. И мне кажется, Господь дал мне ответ на эту молитву. Мы стали уязвимы для обмана, потому что мы стали душевными. Тот, кто ходил в церковь, пел в хоре, служил на своем месте, вел свою жизнь на основании душевных принципов, то есть нашей воли, эмоций и мыслей, нас не особо интересовали Божьи мысли. Сколько раз я говорил, «Боже, какой Ты видишь нашу общину!» «Боже, как Ты смотришь на наши семьи!» «Боже, чтобы Ты сделал с моим календарем!» Вместо этого я приходил к Господу и говорил, «Господи, я готов дать Тебе вот столько времени!» «Я готов посещать церковь настолько часто!» Я поговорю с этим человеком, если, словно Творцу неба и земли, нужно торговаться со мною, «Но нет же, я Его слуга!» «Моя задача делать то, что мне сказали!» «Но мы стали душевными, мы разбогатели, но оказались нищими внутри!» «Наша нищета — это... «Нищета нашего духа!» «Для меня честь и привилегия быть с вами!» «Проходите вместе это время под зонтом господства Иисуса!» «Я хочу помолиться с вами, прежде чем мы закончим!» «Я хочу помолиться о том, чтобы Дух Божий дал вам откровение Иисуса, которое реальней всякой угрозы или тревоги!» «Мы должны понять, что Бог дал нам все необходимое для жизни и благочестия!» «Давайте помолимся!» «Отче, мы благодарим Тебя за это время!» «Господи, я знаю, что это не пугает Тебя!» «И они застали врасплох!» «Ты готовишь людей, которые станут Твоими послами по всей земле!» «Я молюсь о том, чтобы Ты дал нам смелость и уверенность, чтобы мы были защитниками Иисуса так, как мы даже того не представляли!» «Прости нас, что мы забыли, отвлеклись или испугались!» «Дай нам силу и смелость!» «Я благодарю Тебя за это во имя Иисуса!» Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Благодаря молитве мы не одиноки. Когда встречаемся с вызовами или проблемами, у нас есть помощь всемогущего Бога. Смело приносите свои молитвы к престолу благодати с новым сборником пастора Аллена. Давайте молиться. 30 дней молитвы. Пока вы пьете утром кофе, у вас может появиться новый подход к жизни. За ваше пожертвование вы получите чашку для кофе, которая будет напоминать вам о новой утренней привычке с Господом. Заказывайте все по номеру, который видите на экране, или зайдите на наш сайт, чтобы получить этот набор в подарок за ваше пожертвование. Спасибо, что поддерживаете наше служение. Вместе мы меняем мир. Церковь. Мы продолжаем двигаться вперед. Мы проводим служение. Наша церковь жива. Мы хотим, чтобы вы были с нами. Мы не могли приходить с Мартом. Сегодня мы впервые здесь, и мы очень рады быть сегодня здесь. Это ободряет, потому что ты видишь, что мы можем быть вместе. Это здорово. Когда я услышала о ковид, то не испугалась. У меня есть Бог, и я ничего не боюсь. Совершенно ничего. Я призываю людей приходить, встречаться, общаться, быть частью тела Христова. Не верьте лжи, что вы можете быть сами. Это совершенно не так. Жизнь чудесна. Возвращайтесь. Приходите в церковь снова. Приглашайте своих друзей и родных. Это будет чудесное время. Надеемся увидеться с вами. Благодаря молитве мы не одиноки, когда встречаемся с вызовами или проблемами. У нас есть помощь всемогущего Бога. Смело приносите свои молитвы к престолу благодати с новым сборником пастора Аллена. Давайте молиться. 30 дней молитвы. Пока вы пьете утром кофе, у вас может появиться новый подход к жизни. За ваше пожертвование вы получите чашку для кофе, которая будет напоминать вам о новой утренней привычке с Господом. Заказывайте все по номеру, который видите на экране, или зайдите на наш сайт, чтобы получить этот набор в подарок за ваше пожертвование. Спасибо, что поддерживаете наше служение. Вместе мы меняем мир.